Доброго времени, дорогие охотники за орхидеями и любители комнатного цветоводства. Орхидеи заслуживают особой любви и особого места в домашнем интерьере. Их можно сравнить со скульптурами, картинами или другими произведениями искусства. Они хороши как в одиночной посадке, так и в группе. Их живописные формы, цвета и узоры позволяют флористам свободно писать их в любое пространство помещений. Есть такая волшебная поляна и в моей коллекции. Пафиопедилиум великолепный, один из самых простых видов, доступных для выращивания орхидей в домашних условиях. В день зимнего солнцестояния Паф поставил свой роскошный, сияющий под ламутром парус. Паф – медленно растущее растение. Нам требуется несколько лет, прежде чем оно станет достаточно зрелым для цветения. Но это зрелище того стоит. Цветение Пафиопедилиума занимает самое продолжительное время всех орхидных. И при благоприятных условиях длится от 6 до 11 недель. Такое длительное цветение радует глаз и вызывает восхищение. Каждая розетка цветет только один раз в жизни. Но после цветения образует несколько новых побегов. Чем больше побегов растение образовало, тем большим количеством цветов порадует вас орхидея в следующем году. Паф прекрасно переносит деление. Свой башмачок я поделила в сентябре 17-го и цветения не ждала. Но у Пафа свои планы. Часть деленок были с корневой системой, а вот часть была совершенно без корней. Сейчас в корзине 12 самостоятельных растений. Паф растение нижнего яруса леса не избалован солнцем. Запасает влагу в толстых пушистых корнях, питательные вещества, полусуккулентных мясистых листьев. Вот почему не следует срезать листу, пока она самостоятельно не высохнет. В природе Паф прекрасно приспособлен к сезонам дождей и засухи, но застой воды в корнях не потерпит. Немного гумуса, торфа, коры, сфагнума и угли и хорошей циркуляции воздуха. Вот и все, что требуется Пафу для продолжительного цветения. А мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Терра Хейлинг и ставьте лайки.